Хотим признаться вам, у одной нашей коллеги возникли серьезные проблемы. Она читает книгу с ребенком, а ребенок не все там понимает. Точно ли это проблема? Мы это обсуждали на планерке 15 минут. 15 минут. Возможно, это не проблема. Кажется, что это, возможно, и даже норма, ну или данность текущего времени. Мы хотим обсудить эту тему с нашим гостем. Это Полина Савельева, студент 5-го курса факультета начальных классов КГПУ имени Виктора Петровича Астафьева. Доброе утро, Полина. Доброе утро. На самом деле мы, конечно, шутим, но есть такая история, что современные дети даже могут и не знать, не то что слова, а явления, которых в каких-то знакомых нам книгах, казалось бы, обсуждаются, называются. Нужно ли детям сейчас читать те книжки, если это уже вообще не про них? Конечно, литература нашей эпохи, она ближе по духу современным школьникам и будет им более понятно, но, на мой взгляд, детский фольклор, произведения классиков советских писателей заслуживают не меньшего внимания. Ведь знакомство с произведениями разных эпох, жанров расширяет кругозор и обогащает знания, представления об окружающем мире, способствует тем самым формированию целостной картины мира ребёнка. А вот как правильно читать в таком случае эту книгу, где есть непонятные слова или непонятные явления, сидеть с ребёнком и останавливаться на каждом этом явлении? На каждом предложении. Конечно, останавливаться на каждом явлении, непонятном слове. Смотрите, тут может быть... Вообще, это словарная работа, да, то есть работа над лексическим значением непонятных слов, и она может проводиться как до прочтения вообще ознакомления с произведением, так и во время. И здесь, на самом деле, нельзя сказать, какой способ будет более эффективен, так скажем. То есть, возможно, оба этих варианта, вот, например, в своей педагогической практике, я использовала оба варианта, и они дали хороший результат. А какой больше понравился, какой эффективнее из вариантов? Ещё раз повторюсь, нельзя сказать, какой из них более эффективен. То есть можно пользоваться и тем, и другим. Ну, вам понравились оба? Да. Хорошо. Тогда такой вопрос. Если до проводить работу, то а где эти слова-то взять? Ну, мы взяли книгу с полки, и самому пролистывать в каждую страничку, искать эти слова, или есть какая-то уже подготовленная информация о том, какие слова будут непонятны, там, маленькому ребёнку? Можно, конечно, лучше было бы самому взрослому, прежде чем давать произведение и работать вместе с ребёнком, лучше, конечно, самому просмотреть. Ну, если там, не знаю, нет времени или ещё какие-то причины, конечно, можно ознакомиться, то есть... Найти в интернете? Да, найти в интернете. Почему бы и нет? Как быть с моментом, знаете, есть же такой пласт литературы, написанной, ну, там, условно, в промежуток с 20-х по 80-е, написанной очень пропагандистски, непросто, включая идеологию, навязывая какие-то ценности, либо установки, с которыми современные родители уже не согласны, но эти книги, специально не выделяю отдельные названия, чтобы не разводить здесь дискуссию про конкретные издания, но, я думаю, такое направление, вы понимаете, что оно существует. Их вообще исключить из мировоззрения ребёнка? Или потом сидеть и говорить, а знаешь, вот там была такая пропаганда, тогда решили, что надо жить вот так, а потом решили, что так жить не надо. Это же сложно всё для сознания, там, 10-летнего ребёнка? Мир не прост. Да, мир не прост. Сложно, конечно, но всё-таки нужно уделять этому время, да, и давать возможность ребёнку сравнивать, да, анализировать, там, выявлять что-то общее или различие между действительно событиями того времени и как у нас это происходит сейчас. Вот. То есть ещё раз повторюсь, это расширяет его кругозор, и у него тогда более целостная картинка возникает вообще происходящего в мире. Ещё, Полина, вопрос вам как, как уже педагогу, вопрос такой, а можно ли давать ребёнку для самостоятельного чтения какие-то такие книги, чтобы он сам попытался изучить какие-то, может быть, если непонятные слова, то пускай выписывает, потом спросит у папы, у мамы, не знаю, там, у взрослых для разъяснения. Такой вариант возможен? Возможно, да. Конечно, на первых порах я бы не рекомендовала оставлять ребёнка один на один с незнакомыми словами. И чтобы воспринимать полностью смысл произведения, понимать его, нужно, конечно, вместе с ребёнком работать с незнакомыми словами, то есть вообще научить его не бояться того, что действительно ему что-то может быть непонятно в тексте, вот, в этом нет ничего предросвидительного, и показать ему способы различной работы с такими незнакомыми словами, там, обращаться к толковому словарю, или очень хорошо помогает наглядный материал, то есть это различные картинки, фотографии, макеты, даже видеоролики какие-то, вот. И сначала, конечно, быть рядом, там, наставлять как-то, направлять, помогать. А когда эта работа будет осуществляться на постоянной основе, то это войдёт уже в привычку, в принципе, ребёнка, и он уже самостоятельно сможет работать. У меня последний вопрос. До каких пор? До каких пор-то надо продолжать делать, Полин? Ну, то есть о каком возрасте детей мы всё-таки сейчас говорим? И как, ну, не знаю, там уже третий класс, может быть, кто, типа, должен всё знать, давай-ка сам? Или как до одиннадцатого класса? Или до тридцати пяти. Да, да. Как долго так нужно делать? Ну, конечно, младший школьный возраст преимущественно, то есть, как бы, ну, вот, это вся начальная школа, по сути. Ну, вообще-то... Дуб пятого класса. Ну, да, грубо говоря. Тут, конечно, на самом деле всё это индивидуально, то есть дети бывают разные, вот. Кому-то достаточно, там, небольшое количество времени, и он уже сам смекнёт, что к чему, и будет самостоятельно работать. А кого-то нужно, да, доводить её дальше. Очень приятно. Главное, чтобы читали, и даже если вопросы возникают, это тоже всегда ещё один повод поговорить, пообщаться, что-то изучить самому. Родитель тоже не всегда может найтись, и сразу быстро ребёнку что-то объяснить. А так полезно будет для всех, как и наши эфиры, полезно для всех. Да, это точно. Полина Завельева была у нас в студии в гостях. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо.